здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня у нас с вами дегустация смотрите есть у меня такая чудесная бутылка вина сейчас вам покажу ее поближе эту бутылку я получила в подарок от коллег из дальнего востока урожая 2020 года и видите сорта альфа и амурский вот сегодня мы с вами попробуем такое вино пока я открываю немножко поговорим нет конечно но мы не самый лучший штопор ну ничего страшного к альфе очень многие относятся негативно к вину из альфы ну на самом деле все связано с тем что просто альфу не могут найти к ней подход не совсем правильно выращивают но от этого говорится и все проблемы потому что хорошее вкусное вино это в первую очередь что хорошо созревший виноград ух ты какая-то длинная пробка у нас таких длинных пробок я в продаже не видела смотрите наливаем вам не видно у меня с той стороны окно такой очень яркий очень красивый цвет у вина запах очень приятный я даже не знаю если у меня ассоциации с изабеллой на мы помним что альф это родственница изабелла ну и в принципе например в наших краях я часто и минуты забыл и ну вот не знаю напоминает ли мне этот запах вызывает ли такие ассоциации а так это какие-то ягоды приятные такие темные ягоды я все-таки очень хочу чтобы вы увидели этот цвет вот такой красивый насыщенный и если немножечко поболтать в бокале вино то запах становится еще сильнее раскрывается что касается вкуса вино насыщенная сбалансирована достаточно хорошо ощущается крепость и не знаю сколько она здесь в градусах ну так вот чувствуется знаете как никогда вот спирт отдельно все остальное а чувствуется что спирт там есть да но он не выделяется из общей картинки на из общего равновесия чувствуется остаточный сахар напомню вино полусухое и ну как для меня я уже давным-давно не пила винт с остаточным сахаром то есть для меня сахар ощутим но опять же он гармонии со всем остальным абсолютно не чувствуется какая-то кислота потому что у нас восприятие но скажем так вот домашних вин которые часто у нас делают из альфы это когда ну и безумно сладко на и безумно кислое при этом то есть в наших условиях мы делаем это так что не работаем с кислотой бахнем сахар и мы в итоге выпирает и одно и другое нет здесь никакой выпирающей кислоты вообще вино очень мягкое приятное да во вкусе такая легкая изабелла но тоже она вот если вспомнить вина из забылок который у нас например продаются в магазинах но который я думаю что каждый из нас так или иначе пил там вот это изабелла прям вот тоже выпирает выпирает нет здесь это легкий вкус и очень приятный долгое послевкусие когда вот к этому легкому изабельному аромату примешивается что-то еще мне сложно это характеризовать но тоже такое приятное при этом всем вино абсолютно не водянистая там ощущается ну вот по моему вкусу такие хорошие танины то есть вино на самом деле очень сбалансированно и вот пока я с вами разговариваю да мне хочется еще глоточек сделать ну конечно кроме моего вкуса интересно же это вино скажем так протестировать полностью напомню что у меня есть такая вот ца ца называется она карманный сомелье разработана французами которая определяет некоторые параметры вин работает она с красными винами конечно же опускаем сканер бокал с этим вину мы посмотрим что нам покажет и смотрите показывал вам что мы получаем на экране мощь тела вина 51 яркость 66 и тонины 49 до чуть-чуть треугольничек неравномерный но на самом деле как бы это тоже очень хорошие показатели ну вот по моему вкусу вино очень сбалансированные смотрите принципе танины хорошее тело мощь это тело вина в данном случае хорошее но вот эта кислота ничуть не мешает и развитие тоже но абсолютно небольшое вина еще может вполне жить и жить и но у нас 2020 года урожая то есть и по вот таким показателем до бездушной машины на самом деле вино выглядит очень хорошо и хотя например вот тут есть еще некоторое описание на английском и он пишет что вино за счет кислотности может быть остреньким нет а вот по человеческому вкусу абсолютно здесь нет чего-то такого выпирающего и неприятного и конечно ну вот наш стереотипы на том что альфа там фу-фу-фу ерунда на самом деле при правильном применении при правильном использовании из альфы получаются хорошие вкусные вина так что вот такое очень интересное вино попробовала я сегодня коллегам большое спасибо вина действительно очень понравилось и я бы даже сказала несколько удивила потому что тоже в моей памяти но в принципе видно из изобельных сортов и забыла там гораздо более яркая такая слишком выпирающая а здесь вино такое хочется вот еще глоточек причем именно так вот смаковать вина очень питкая интересная и гармоничная конечно противником альфы противником изобельных сортов которые считают что вот это не вина хочется напомнить что вкус у нас у всех разные кому-то нравится такой вот безумно терпкое вино чтоб прям все аж стягивала да там с кучей танинов кому-то не нравится кому-то нравится сладкий кому-то нравится кислый мы все разные и когда вино в гармонии то он на самом деле могут лично для меня все равно там и забыла мускат либо что-то еще потому что вино в гармонии и когда хочется сделать еще один его глоток это классно я считаю что к этому как бы и нужно стремиться в этом вино нас не только альфа но и амурский но насколько я помню альфа в большинстве амурского добавлено меньше и вот тем кто выращивает альфы просто хочется сказать что ребят вы найдите к ней подход вы немножко за ней поухаживать и дайте ей нормально созреть и из нее тоже могут получиться вполне вкусные и хорошие вина и честно говоря мне бы даже было интересно ну вот это полусухое попробовать это же вино в сухом варианте я более чем уверена что она тоже получится очень классным но я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и мой контакт до новых встреч